а знаете ли вы что общая длина книжных полок в библиотеке конгресса сша превышает 850 километров в библиотеке работает 3600 человек хранится более 40 миллионов книг и более 60 миллионов рукописей всем привет с вами книга коп добро пожаловать на мой канал сегодня в центре моего внимания будет замечательный словарь академии российской от а до г часть 1 и так напечатана он санкт-петербурге в 1789 году замечательная книга замечательный словарь к императорскому величеству екатерина второй вот написанная и здесь можно сказать это кладезь расшифровок старорусских слов и вообще расшифровок этих слов что они означают ну и собственно не все только слова здесь есть и название там рыб птиц зверей насекомых все очень только интересно все что только есть на свете и по крайней мере в то время смогли расшифровать дешевровану рассказать нормальным языком и плюс еще тут много всего интересного описанного как это как это вкусно как это вкусно и занимательны по крайней мере давайте посмотрим но обратимся здесь дойдет предисловие после предисловия мы переходим непосредственно конечно к всем этим замечательным словам их расшифровкам они все находятся по алфавиту в данный момент эта часть первая от а до г и так давайте посмотрим ну что здесь мы можем найти примеру ну любое слово допустим набористый что это означает набористая 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 прилагательная говори говори так говорится на иначе о платье на коем много боров складок набористые рукава вот пожалуйста яркий пример да вот можно использовать подобное слово если где-нибудь в литературе вы тоже найдете это слово пожалуйста что такое набористый да вот набористые рукава наборщик пожалуйста книга печатник называется тот кто набирает буквы для тиснения пожалуйста соответственно обероха что это такое вот название простонародная употребляемая в уничтожительном смысле и означающую того что кто любит брать взятки или выманивать чужие вещи обероха интересное слово но в общем отборка пожалуй отборки в искусстве резчиков называется мелкой и узкой круг чего резьба а у столяров мелкие дорожки это отборка вот пожалуйста да ну хорошо давайте чуть дальше пойдем все-таки алфавит огромный и буквы и слов здесь хватает то есть по крайней мере что мы видим вот пожалуйста так вверх вот наверх сочетание да там какой тут сейчас давайте слово найдем какой-нибудь вериндовец веридовец что такое веридовец веридовца пожалуйста так латинский идет по-моему так трава на ткали ткали ткум круг минус простите латинским пожалуйста берем изучаем как это нужно делать у меня есть как читать не знаю языка пожалуйста заходим на это видео смотрим часы это делать не собираюсь на данную секунду просто знакомлю вас с книгой но тем не менее трава на полях растущие это веридовец трава на полях растущие ежегодно от корня возрождающиеся стебель у нее бывает вышиной человеку в пояс листья изменит шести лапы имеет шести лапы и концы к их черк червленые цветки висячие много-много ты чин и порошок сей травы посыпают к веридам откуда и наименования вот верит черей болезнь наружная состоящая в опухоли с воспалением превращающиеся превращающиеся потом в гной собственно береги и вот вередливы подтвержденный верида по причине повержения повреждения крови вот бережу вери дышка вери жить веридил на прикосновениям или каким-либо движением болячку или рану растроговую с умножением боли вреди вредить рану пожалуйста ну пожалуйста любое слово вкусное старинное что она означает в двери и что это такое я лично не знаю что еще может быть толстый столб с закроем в котором укрепляются ключи для навешивания петель прибитых к полотну ворот вот пожалуйста ну и так далее и так далее с удовольствием оставляю вам ссылочку на эту замечательную часть книги она будет под видео на сайте книгокоп . рф пользуйтесь с удовольствием дарю вам и для ее для ознакомления да кстати друзья мои а знаете ли вы что моцарт вовсе не жил в бедности ведь он получал щедрые гонорары к примеру за один час ну преподавание на фортепиано он выставлял счет в два гульдена ну ладно для сравнения его служанка получала 12 гульден в год и тем не менее благодаря крайней расточительности ну и общем образу жизни он оставил горы долгов и действительно был похоронен в могиле для бедняков вот как то так палец вверх кому понравилось подписываемся на канал а я продолжаю дальнейшие книга коп пока пока